привет шкодоводы! шкода окрылена своими успешными продажами kodiaq после локализации в этом году нашли своих покупателей 3488 автомобилей против 2086 в прошлом году и 40 процентов продаж пала на комплектацию style двухутровыми двигателями основываясь на этом шкода решила запустить свою премиальную версию шкоды на наш рынок Leroy & Clement 2 миллиона 790 тысяч эта модель отличается 19 дюймовыми дисками sirius который позволяет издали отличить модный kodiaq от обычного изобилием хрома и надписьми на крыльях подтверждающие и премиальность если увеличить изображение то видно что на переднем бампере у нас присутствует дополнительные накладки на бампер не знаю как улучшать аэродинамику или как неизвестно и что мы можем купить за начальную стоимость этой версии а мы получим 150 сильный дизель но это мало 340 нитонов конечно хорошо но я катался на таких дизелях это обычная машина 7-ступенчатым dsg за бензиновый агрегат 180 сил и 320 метров нам придется заплатить 2 миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи то напомню это будет началочка комплектацию лк по умолчанию вход полностью светодиодные фары кресла водителя с электроприводом и памятью настроек автоматическое затемнение салонного и наружного зеркал мониторинг слепых зон подсветка зоны входа на зеркалах диодная подсветка макияжных зеркал круговой обзор четырьмя камерами тонированные задние стекла и 575 ватная аудиосистема кентон девятью динамиками салоне алюминиевые накладки на педали декоративные вставки piano black кожаная отделка с вышивкой лк окружающая подсветка с переключением на 9 цветов и широкие возможности мультимедиа по дружбе с телефоном но все это может омрачить то что пластик бардачка может поскрипывать если не поменяли ручки в дверях то это будет очень большой минус потому что в первых версиях кодиака ручки по катастрофически скрипели написали меня люди комментариях что по гарантии эти ручки меняются на кодиаке имейте это ввиду далее по коробам люди меня спрашивают что у нас стране с коробом но как не сообщили ово дилеры вак пока присматриваться к нашему рынку и пока у тигуана будет хорошие продажи короб вряд ли пусть и наш рынок а так короб обзавелся версии скаут а чем скаут короб отличается от простого добавились серебристые накладки на бампера и пороги расширенные арки вставили 18 дюймовые колеса брага среди опций есть диски кратер на 19 дюймов задние стекла тонированные на передних крыльях сверкает шлудник скаут версия скаут появилась ушко 2008 году он был октавия скаут спустя девять лет появилась версия с кодиак скаут ролик про салон кодиака скаут вы можете смотреть на моем канале третьим скаутом стала короб его новой версии полный привод по умолчанию а значит выбор своих агрегатов ограничен это бензиновый мотор 1 и 5 тесать 150 сил 250 ньютонов метров интересно дизель 2 литра ты дай 150 сил 30 40 метров и 190 сил 400 метров хороший показатель dsg для 150 сильной версии в базе доступна 6 ступенчатая механика это радует у полноприлодного коробка колесная база короче на 8 миллиметров а клиренс больше на 10 миллиметров поэтому для скаута настройки шасси не менялись салоне все осталось как обычно исключение накладок из нержавейки на руль и педали появились новые сиденья с контрастными швами и надписьми скаут для водителя заготовлены виртуальный кокпит и все это понятно что шкоде переделка коробов скаут обошлась малой кровью и машин не сильно должна подорожать следующей модификации у нас будет sportline а вот корок sportline в шикарно красном цвете я уже увидел это красный цвет шикарно смотрится правда был octavia но такой насыщенный живой цвет даже лучше чем красный ferrari sportline нас порадует спортивными бамперами порогами цвет кузова эксклюзивными 18 и 19 дюймовыми легкосплавными дисками черные рейлинги на крыше тонированные стекла шуниги на передних крыльях sportline как уже говорилось про кодиак sportline он даже стремительно стоит sportline у досталась самая мощная силовая установка речь идет о двухлитуром тсс 190 сил в паре с семиступенечном dsg салоне изменения незначительны можно сравнить его с скаутом в лицо бросается спортивный руль сиденья обтянуты трехслойной дышащей тканью о которой шкода заявляет что она революционная ткань и особенно хорошо дышит в жару это пригодилось бы летом по креслам и кожному рулю идет серебристая просрочка педаль украшенной ржавейкой потолок и стойки изнутри черные спортивные версии короба на цифровой приборке имеется 5 режиме визуализации с спидометром и тахометром по центру это видно на картинке но когда это все увидим живую неизвестно но будем ждать кому было интересно познательно ставьте лайки подписан наш канал до свидания